утро лето и хинопсис обожаю когда он цветет потому что аромат у него просто бесподобный я всех приветствую на своей террасе и так новый обзор август зацвела азалия в такую жару у нас где-то 35 градусов в нем 27 ночи но несмотря ни на что азалия все-таки зацвела распустился у меня вот такой красавец вконтакте мне кто-то сказал что он похож на гусара по фиопидиум мьянмарикум один из моих красавчиков то есть моих любимчиков цветок у него крупный конечно в живую он более красивый потому что цвет у него вот здесь вот на камере даже не передайте губа имеет такой же желтоватый зеленоватый оттенок и в саму в самой губе вот там много-много разных крапинок точечек рисунков парус открытый цветок раскрытый в общем заглядением у многих он есть коллекциях но его стоит иметь потому что действительно не прихотлив цветет он у меня как по расписанию в июле начинает выращивать бутон ну и где-то в августе зацветает продолжительность цветения два с по моему у меня было в прошлом году месяца но в этом посмотрим теплый по фиопидам для цветения особые требования никаких и у него нету он стоит у меня под освещением в девяти часов лампа начинает работать и где-то девять часов у нее продолжительность работы как говорится эхинопсисов много не бывает вот еще такой оранжевый попал ко мне в обзор имеет небольшой такой аромат приятный и цветет уже не знаю в какой раз хотя этот эхинопсис и у меня появился в этом году такой он интересный я люблю когда маленькие колючки и такие два цветка вместе у него еще много бутонов но вот эти распустились и вдвоем и конечно красиво смотрится когда на кактусе несколько цветов распускается расцвел еще вот такой кактус у меня очень красивый и только в этом году я поняла что у него есть приятный аромат раскрывает он свои цветочки только на полном солнце в тени он их держит полу открытыми продолжает цвести химики то есть он цветет все лето все новые и новые бутоны соцветия распускаются и вот так странно вот эти соцветия образовались когда был недолив я выезжала они менее яркие но а вот которые росли при мне уже цвет конечно у них другой в общем одна из моих любимых орхидеи тем что совершенно неприхотлива также продолжает цвести корни сербии я же покупала его маленькой деткой и вот в этом году второй цветонос у него появился очень позитивные цветочки давно я не снимала вот этот фаленопсис это у нас тригл который помните у меня умирал и сейчас он уже растет на блоке вот такой лис у него новый нарос и конечно корни в общем пока его все устраивает ну и это кочерыжка сможет зацвести корни такие у него интересны на концах они красные ну и гвоздь этого видео будет вот такая красота анцидиум название подпишу внизу появился у меня этой весной прислали мне его из швейцарии я очень благодарна этому человеку за такую роскошь мечтала я очень давно о нем именно вот эти желтые яркие цветы с такой черной окраской серединкой на камере даже я считаю что так вот как-то но не очень ярко на самом деле он еще ярче чем на камере у нас здесь получается три цветоноса и такие симпатичные цветочки девочки в юбочках сколько у меня было всяких разных анцидиумов но вот этот вот просто великолепный у меня есть еще один анцидиум тоже черно-желтый но он у меня процвел кто следит за моим каналом я показывал сейчас он наращивает новую псевдобульву и этот немножко крупнее чем вот эта красота у этого псевдобульвы такие поменьше само растение более компактное хоть и имеет много псевдобульв и эти корни в разные стороны в общем мне очень нравится еще один действий за нос появился у нас красота вот этот цветонос раскрылся уже три недели назад и я все ждала распуска всего анцидиума потому что здесь вот еще даже есть бутончики растет у меня на улице была у нас жара поэтому мне приходилось поливать его даже два раза в день но жара ему нипочем вот такая красота просто обалденный заканчивается у нас лето очень грустно хоть и осень будет у нас теплая все равно лето я люблю больше я благодарю что смотрите мой канал и увидимся уже осенью я желаю вам терпения и конечно цветение ваших прекрасных орхидей до встречи на моем канале пока пока